Раскаленный воздух, запах моторного масла, шум работающих станков. В таких условиях военнослужащие ремонтного батальона восстанавливают поломанную боевую технику для своих побратимов. Часто из-за нехватки деталей мастера находят уникальные решения. Одно из них пригодилось для ремонта американского гусеничного бронетранспортера, который эвакуирует бойцов с поля боя. Здесь собирают и менее габаритный транспорт для побратимов. Такие маленькие маневренные баги здесь бойцы самостоятельно собирают. Автомобили можно использовать для эвакуации. Все достаточно просто. Убрать пассажирское сидение, сюда положить раненого бойца. Но вот есть еще какое-то дополнительное место для того, чтобы положить бойкомплект или провизию и добраться на самые передовые линии обороны. Чтобы собрать такой баги, по словам мастеров рембатальона, понадобится не более трех недель. Это все сделано из жигулей, которые уже отходили свои, отработали. Кузов загнил, но мотор и ходовая частина все остались. А уже из труб взгорели. Получился каркас. Вот такие баги, которые будут помогать хлопцам. Для ремонта боевой техники военнослужащие используют все доступные технологии. Например, на лазерном станке вырезают прокладки для деталей. Раньше эти прокладки або за допомогу волонтеров купивались, або мы скидали все сами и их купили. На данный момент, вот он сейчас вырезает, приблизительно лист, ну сколько метра на полтора, он может вырезать где-то один за 6-8, а прокладок будет где-то на 3-4 агрегата. Чтобы отремонтировать трал, который вытягивает поломанную технику с поля боя, запчасти реставрируют. В чем у нас наибольшая складность, например, в его ремонте? Ну, старые детали, они уже позношивали. Приходится все делать с самого начала. В мастерской собирают и двигатели для боевых машин. Их тестируют на специальных стендах. Мы сделали, сейчас уже, может быть, больше 50 двигателей, которые работают. Это для какой техники? Без включения завода. Для БМП-2, для нашей техники. Всему учились, а также выготовляли очень много разных ручей, такие экстенды для проверки. Сейчас можем сказать, что действительно, мы процентов на 80 от заводов не залежим. Военнослужащие говорят, быстрое восстановление техники для фронта – это жизнь побратимов, поэтому их батальон готов принимать на ремонт любые машины и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть их боеспособность.